Итак, друзья, видеонаблюдение на даче, на которой нет проводного интернета. Ближайший ретранслятор находится в 3 километрах, поэтому только через сотовую сеть. Итак, друзья, тема этого ролика – видеонаблюдение на даче. Причем очень важным аспектом того, что я хочу рассказать, является отсутствие проводного интернета. То есть связь с камерами дистанционно вы сможете поддерживать только под средством сигнала сотовой сети из любой точки мира. Единственное, такая связь будет более медленнее, нежели чем с проводным интернетом. Итак, перед вами практически все, что нужно для организации этого процесса. Видеорегистратор, Wi-Fi роутер, монитор, мышка и модем. Здесь не хватает только камер, но у меня они расставлены по участку. Система работает уже более трех лет, поэтому я отдельно про камеры расскажу, как их подключить, как их направить и так далее. С чего мы начинаем? Мы начинаем с выбора комплекта для видеонаблюдения. Это регистратор и камеры. Как такой комплект выбирается? По объему памяти, по функциональности самого видеорегистратора и по количеству камер, которые к нему можно подключить. Этот регистратор на 8 камер. Ну вот, система у нас работает три года с четырьмя камерой. То есть, четыре камеры еще в запасе. Любой видеорегистратор можно усилить, то есть, добавить к нему память. Вот, например, этот регистратор мы усилили, разобрав внешний ненужный жесткий диск и добавив его к имеющемуся. Памяти было где-то на пять дней, теперь примерно на 10-11 дней. Далее, вы приобретаете современный быстрый Wi-Fi роутер. С этой моделью я вас обязательно познакомлю. Но вы можете выбирать такой, какой вам удобен. Главное, чтобы он был современный и быстрый. Необходимо приобрести расшитый модем. Почему расшитый? Потому что неизвестно, как поведет себя сим-карта того или иного оператора в вашей местности. Мы начинали с одного оператора, потом через полгода связь стала хуже, медленнее. Нам пришлось оператора поменять. И, соответственно, модем был расшит, поэтому не пришлось покупать новый. Также понадобится либо монитор, либо телевизор. Ну, желательно, конечно, для этой системы выделить отдельный монитор или телевизор, с ним сподручнее подключать. И потом удобнее просматривать видеоматериал, находясь на даче. Чтобы не делать это с помощью сотового телефона, все-таки такой процесс более медленный. Мы подключили этот комплект, включая разводку камер, примерно за один день. Самое долгое это, конечно, разводка камер по участку, настройка, изображение и вот эти манипуляции. Тому подобные манипуляции. Самое простое было подключить вот этот комплект. Его сможет подключить абсолютно любой человек. Инструкция очень подробная. Ну, я сейчас обо всем расскажу. Там, где будет стоять эта система, понадобится 4 розетки. Кстати, по поводу места. Выбирайте место укромненькое вдали, вот лишних и гостевых глаз. Ну, какой-то укромный уголочек, в общем. Понадобятся 4 розетки. Это питание видеорегистратора, это питание Wi-Fi роутера, это питание монитора и питание для камер. Значит, видеорегистратор и Wi-Fi роутер связаны между собой обычным интернет-кабелем. Куда его подключать, в инструкции все подробно есть. Ошибиться невозможно. Монитор подключен к видеорегистратору посредством вот такого VGA-шного кабеля. Можно подключать через HDMI, в каждом регистраторе есть такой выход. Затем, сим-карта помещается в модем, в расшитый желательно. И дальше она помещается в Wi-Fi роутер. В принципе, все. Система настроена. Вы подключаете все это к розетке. Wi-Fi роутер быстро связывается с сетью. И, соответственно, у вас на мониторе появляется простейшая программа, где вы по шагам начинаете подключение системы. В конце концов, у вас на мониторе появится несколько QR-кодов, считав которые, вы сможете подключиться к вашей камере дистанционно через какой-то сервис. Эти сервисы я также вам покажу. У нас на участке аналоговые камеры. Почему аналоговые? Ну, потому что IP-камеры будут работать в случае с отсутствием проводного интернета хуже, медленнее и ненадежно. Каждой камере на участке у нас подходит питание, это плюс и минус, и кабель видеосигнала. Касаемо камер, вот такие мы используем, аналоговые. Очень надежная, сигнал с нее никогда не пропадает. Подключение. Видео. Жилка и жилка питания. Плюс и минус. Затем все это убирается в распайку. И вот в таком виде существует. Вот еще одна. Уличная видеокамера. Она не боится ни морозов, ни дождя, ни ветра, ни снега. Единственным минусом таких камер является то, что к ним надо подводить кабель. Но зато сигнал всегда надежный, в отличие от IP-камер. Особенно в условиях, когда нет проводного интернета. Вот на коньке. Кстати, очень хороший обзор получается. Рекомендую. Видно все окрестности с таких камер. Но я сейчас покажу на мониторе. Итак, наш укромный уголок. Вот четыре кабеля, которые идут к четырем имеющимся у нас камерам. Вот это видеосигнал, который заходит в регистратор. И вот это питание, которое идет непосредственно на камеры. Вот это питание на четыре камеры. Вот этот кабель, который подключается в итоге к розетке. Вот розетка. Четыре розетки здесь, да? И вот блок питания камер. Вот сейчас мы эти штекеры соединим. И камера получит питание. Потом вот это. Воткнем в видеорегистратор. И появится видеосигнал. Все. Регистратор также подключили. Все. Подключены все имеющиеся четыре камеры. Можно включать в розетку. И проверять видеосигнал. Все. Далее. Включаем в розетку Wi-Fi роутер. И, соответственно, подключаем к нему интернет-кабель, который идет от видеорегистратора. Все. Комплект подключен. Итак, видеорегистратор загрузился. Сразу появляется изображение с камер. Настройка элементарная. Сначала появляется мастер настройки. И затем по шагам дата, часовой пояс, время, проверка автоматическая шлюзов. Появляются QR-коды. Это QR-коды для настройки доступа к вашим камерам дистанционно. Через мобильные приложения, облачные сервисы и так далее. Все очень-очень просто. Настроить сможет абсолютно любой. Итак, друзья, давайте попробуем дистанционно посмотрим на камеры. Заходим в соответствующий сервис. Я пользуюсь сервисом XMEYE. Он уже у меня настроен. Введен соответствующий пароль. Но вы это сделаете абсолютно без труда. Кликайте соответствующую камеру. И в зависимости от уровня сигнала появляется изображение. Либо сразу, либо спустя небольшое время. И листаете камеры. И, соответственно, просматриваете изображение. Если вам нужно просмотреть записи, входите в соответствующий раздел меню. И просматриваете записи. Все довольно просто. И довольно эффективно работает. Если необходимо видеть на экране сразу 4 камеры, нажимаете циферку 4. И у вас на экране сразу 4 камеры. Так тоже наблюдать достаточно удобно. Как я уже сказал, вот этот монитор или телевизор, который будет стоять в укромном уголке, где будет все оборудование, очень удобен для просмотра. Чтобы не с мобильника все это смотреть, да? А непосредственно прямо рядом с видеорегистратором, рядом с монитором. Вот комплект нашей поставки. Это видеорегистратор, 4 уличные камеры и различные блоки питания, разъемы и так далее. К регистратору, как и к камерам, идет подробнейшая инструкция на русском языке. Как что подключать по шагам. Невозможно что-то сделать неправильно или по-другому. Как я уже говорил, у нас весь процесс занял ровно один день. И большая часть этого процесса это разводка камер по участку. Поэтому, друзья, сделать это не сложно. Делайте сами, все у вас обязательно получится. Вот так, друзья, вкратце о видеонаблюдении на даче. Делайте сами, это не сложно и вы будете спокойны за свое имущество, свою недвижимость и безопасность вашего дома. А у меня все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. И, друзья, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...